спасибо сергей за презентацию я чё подумал это вот нам как бы наверное немножко неожиданно все эти бимы от молодежи приходит на работу если есть в работе такое оборудование такое программное обеспечение довольно быстро осваивают по крайней мере по сканированию например у нас на самом деле действительно есть такое как сказать есть такая особенность 6 ты приходишь компания там молодой менеджмент достаточно да то они обычно всегда ориентированы на эти вещи вот эти все современные там и геодезические технологии и бим и так далее согласен давай вопросы так по вопросам ну собственно вопроса было два так сколько сколько стоит сканер так ну первый вопрос сколько стоит сканер сканер стоит от сколько от полутора миллионов и до 15 сергей сереже твой сканер уже за полтора миллиона продает как у нас минимальная 16 было сергей паршин 16 предложил ты лишь говоришь полтора миллиона ну какой я могу за полтора найти в россии пошарить у нас тут валяются всякие вот через кого покупать надо так но у меня был вопрос по блк есть цена на него блк 360 до примерно 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 полтора миллиона будет стоит сканер блк да да я посмотрел характеристики они меня так сказать воодушевили но мы посмотрели точность 60 метров на качество облака . я тебе скажу да и она у нас не воодушевило он у него качество облака . на полтора миллиона ровно вот поэтому надо надо будет вырезать эту информацию или тебя не уволят все нормально почему но мы как все все верно как бы есть есть дорогие решения которые решают сложные задачи они стоят дорого скажем а качество облака . ты имеешь ввиду что шум там какой-то точно же соответствует указанным характеристикам ну и и и наверно не секрет как определяется точность да у сканеров то есть берется там какие-то идеальные белые поверхности они сканируются там и смотрится отклонение там от съемки той же самой поверхности более высоким высокоточным прибором да там и по разному на самом деле разных производителей определяется но качество облака но от многих параметров зависит том числе там от размера пятна от угловых характеристик там от того на угловая да там угловой же нету да хорошо сканирует всякие объекты там с разной отражающей способности и так далее вот на всех этих вещах на самом деле протестировал мы поняли что в промышленности нельзя использовать их прибор 100 процентов что все все нормально проще ли авторскому надзору при работе с бим плюс лазерное сканирование проще гораздо да потому что вот лахта хороший пример то есть я так понимаю что ему ренессанс констракшн турки предлагали разного типа документацию исполнительную до чтобы показывать они сказали нам надо сканирование потому что в нем все понятно все видно да вот эти все исполнительные чертежи которые получаются с картами отклонений световыми они гораздо более понятные наглядные вот я еще раз к вопросу вернусь по поводу того что все должно быть в 3d или нет абсолютно не обязательно на самом деле то есть мы вот вот опять же да как как вот эти строители показывают вот здесь двухмерный чертеж да собственно говоря не свои исполнительные карты делаю до 2d да и исполнить рабочая документация у них может быть двухмерная да тем не менее мы на нее можем наложить облака . показать уклонение поэтому здесь не обязательно 3d здесь вопрос том насколько объект сложный сам по себе и он требует действительно сканера или нет да то есть если это сложный объект по геометрии то можно сканировать и даже есть документации двухмерной на него что со сканером 50 сергей спрашивает что с ним а что с ним вообще с ним все хорошо вот мы тоже такой инсайдерскую информацию расскажешь что там облако точек облако точек там отличная сканирует на тысячу метров он реально вот моего в феврале повезем на эту самую лахту собственно говоря показать ну там вот как раз сейчас последняя стадии и строит верхушку верхушка на пока еще бетонная поэтому она будет нормально сканироваться высота там этой штуки где-то там 400 50 метров вот соответственно ну да не есть из земли стрелять еще отойти естественно подножия чуть да 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 где то так вот мы как раз постреляем за дно обсудим с с ренессансом насколько им нужно вот обговорить до до 50 сканера вот ну целом целом это конечно больше для карьеров чем для каких-то высоток которых таких больших там мало собственно говоря хорошо а по сергей твое мнение по нормативам что расскажешь есть существует то есть вот это вот все авторские надзоры этими методами там еще что-то что с нормативами по биму и по применению вот этих 3d технологий вот я то что я слышал да то что я знаю значит нормативы в минстрой они разрабатываются насколько все быстро будет происходить есть два вопроса да насколько все быстро будет происходить во первых во вторых насколько кто за этим будет следить потом за выполнение всех этих вещей то что можно насколько они обязательны будут эти нормативы ну да и насколько насколько легко их можно будет обойти собственно говоря вот в этом вопрос тоже мне кажется что нормативы могут сделать отличные но как бы как всегда у нас бывает их могут просто обходить банальные все вот поэтому здесь вопрос такой мне кажется все равно что придет примерно к тому что сейчас реализована скажем там не знаю великобритании в биме да насколько быстро не знаю но тем не менее да когда там скажем строительные проекты государственные на которые больше определенной стоимости да общей стоимости они должны делать стоп по технологии мбима там автоматом все 3d технологии и в том числе и сканирование идет сразу собственно поэтому во многом поэтому там сканер популярны великобритании потому что вот реально ты ничего не построишь и ничего не запроектируешь если ты не будешь делать это в 3d с помощью бим и измерительных технологий трехмерном в том числе так еще вопрос от андрея были ли проблемы с тем что рабочих в 2d а контроль передается в 3d лазерном сканировать проблемы или не знаю какие могут быть до проблемы здесь еще раз да и сканирование получить 2d документацию достаточно просто и легко там вот кто-то писал тоже очень много что что не нужно зачем нам сканирование когда нужно там всего несколько точек получить там для того чтобы проконтролировать да если в обед простое все правильно не нужно не нужен сканер нужен тахиометром вышел несколько точек проверил сверил их с документации сейчас впадает пошел дальше чем сложнее объект тем больше этих точек надо когда это лахта центр то там без сканера просто я не знаю как бы они это делали сейчас вот поэтому что от сложности объекта зависит сложных объектов таких не так много я согласен построить это промка или вот какие-то такие уникальные инженерные сооружения там я считаю что сканер нужен в любом случае ну еще бывает там требования заказчика жесткая не потому что он вот просто хочет чертежи сделанные из 3d просто например мы сдавали и модель сдавали гидравлику австрийцы считали то есть им прям надо всю полностью модель там трупа еще зачастую именно требуется именно 3d а не то что сами придумали да от андрея опять вопрос во времени лазерный сканировать быстрее чем съемка контрольной позиции контрольных позиций стахиометра смотря сколько контрольных позиций если у вас 50 штук на стене контрольных позиций то можно одной стоянки за три минуты снять и уйти вот все верно если у вас одна позиция ну наверное вы быстрее тахиометром снимите так коллеги еще вопросы есть я считаю прям можно было отдельный вебинар заделался по лазерному сканированию в бим хотя вроде бы такой был уже был сертификации находится и вот поэтому продаваться будет я думаю начинает со следующего месяца может быть значит для для ошибки для ошибки там используются я вам скажу да там идет бесплатно годовая лицензия автодеск рекап да про который позволяет сшивать данные в том числе да мы потестировали река про могу сказать что софт не очень хорошо работает когда станции много реально да то есть это сканирование знаком знают что там я не знаю но если это квартиру сканировать там не знаю какую-то там трехкомнатную то это нормально да когда станции больше 20-30 то как бы финальный отчет ошибки может показывать там нормальную точность сантиметр да когда ты смотришь реально как это еще сшилось оно сшилось не очень да то есть река по он такой для небольших проектов более-менее для проектов когда ты сканируешь там не знаю десятки станций эта штука работает на мой взгляд плохо да а те кто не умеет сканирование работать они будут там косяки сплошные лепить все время да поэтому здесь софт для ошибки он нужен более профессиональные там улейки есть скажем сейчас 3 регистр 360 такой софт попроще но он сшивает хорошо вот поэтому здесь здесь вот так для начала можно рекап использовать а потом надо что-то посерьезней и и в